Более 3100 детей появились на Светверском областном перинатальном центре имени Бакуниной в 2019 году. 1217 младенцев стали первенцами в семье. 1146 родившихся детей вторые. Еще 768 третьи, четвертые и последующие дети. О том, какие сегодня доступны меры поддержки родителям на федеральном и региональном уровне, а также о том, как их получить, расскажем в сюжете далее. В конце 2019 года Елена стала мамой во второй раз. Девочка появилась на Светверском областном перинатальном центре имени Бакуниной. Первый раз дочку 7 лет назад я родила. Чудесно. Я этот момент вспоминаю как действительно чудо. И второй раз это чудо. То есть ни в коем случае не это страх какой-то, это ужас, об этом нам нельзя вспоминать. Это действительно чудо. Но это исключительно профессионализм персонала, которые говорят, что надо делать, как надо делать, чтобы это было здорово. Всего за 2019 год в Тверском перинатальном центре на свет появились более 3000 детей. 1583 мальчика, 1548 девочек, в том числе 84 двойни. По сравнению с 2018 годом количество детей увеличилось более чем на сотню. Сегодня вопрос демографии один из ключевых не только для региона, но и для всей страны. В порядке приоритизации, если об этом говорить, приоритетности. Первое это демография, то что было сказано, здравоохранение, образование и экономическое развитие. Это развитие экономики, средний и малый бизнес. Для нас эта тема очень актуальна. Мы активно этой работой занимаемся. Развитие демографической политики, расширение мер поддержки семей с детьми – одно из ключевых тем послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин предложил ряд новых мер поддержки. В частности, семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трех лет. Глава государства поручил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Также будет продолжена программа материнского капитала до 2026 года. Общий объем выплаты для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч рублей. Принять решение и о выплате на первого ребенка с января 2020 года. Сумма составит 466 тысяч рублей. Говоря сегодня о вопросе номер один, который президент обозначил, как лейтмотив, это вопросы демографии, то в Тверском регионе создана система поддержки многодетных семей, система поддержки демографических вложительных трендов. Мы создали с 1 января 2020 года Министерство семейной и демографической политики. Говоря о региональных мерах поддержки, то в Тверском регионе с 2019 года в каждой семье, где родился ребенок, вручается подарок из 58 предметов. В том же году принято решение об освобождении многодетных семей от платы за вывоз ТКО. В Тверской области разрабатываются новые региональные меры поддержки семей с детьми. С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим внедрен ряд мер. Субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тысяч на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. Игорь Руденя поручил областным ведомствам сформировать список конкретных предложений от каждой отрасли и представить их в Министерство демографической и семейной политики региона. Предложения будут учтены при дальнейшем формировании государственной программы в сфере демографии.